А не те, на кого возложена миссия обрабатывать кремлевской ложью молодое поколение россиян. Я против любой войны, абсолютно любой войны, поэтому мировой капитализм должен быть уничтожен. В Кремле давно поняли, что на телеэкранах и в интернете не могут быть исключительно люди среднего и предпенсионного возраста, которые поддерживают Путина. Необходимы и молодые рупоры войны. Вот мне 40 лет, я не понимаю, каким оккупантам... Я считаю, что у Путина максимально либеральная политика, что дает преимущество всем нашим, скажем так, недружественным странам над нами давить. Два десятилетия путинского режима породили молодые отряды пропагандистов, которые большую часть своей сознательной жизни прожили при одном президенте со всеми вытекающими из этого последствиями. Проводили опрос на улице, и к мужику подходят и говорят, слушай, ну вот вы там Майдан сделали, что, хорошо вам живется? Он говорит, да что-то плохо, ну сейчас мы их еще раз скинем, если не прекратится. Ну да, конечно, скинете вы, нет, теперь там ребята, которые американскую власть устраивают. Теперь там ребята, которые продают все им. И нацизм это как раз-таки следствие капитализма. Новое поколение Киселевых и Соловьевых может себе позволить самые гнусные высказывания об Украине и странах Запада. Мы вам сейчас дадим послушать изречение старого фашиста и посовместить с тут все еще главы европейской дипломатии Жозеппо Борреля. И в пробивании дна они ничем не уступают старожилам российской пропаганды. Вот прям топить этих детей, топить. Они оправдывают зверства оккупантов и рассказывают своей аудитории, что все не так однозначно. И как их старшие товарищи считают, вполне нормальной практикой отсутствия разных точек зрения и плюрализма мнений в средствах массовой информации. Вы останавливаетесь или выходите? Вы меня не учите, пожалуйста. Вон отсюда, пожалуйста. Все. Они везде и всюду славят Путина и с экранов телевизоров и в интернете. Сегодня Владимир Владимирович очень хорошо сказал, да, и про ребят, которые тогда защищали нашу родину, да, и сейчас, и про Одессу вспомнил, за что ему огромное спасибо. У всех них свой сложный и тернистый путь к пропаганде. От 25 до 35 разных людей встречаю. Бывает, какой-то долгод подойдет, начнет мне какую-то свою философскую... Я такой, слышишь, братан, с... Я просто говорю, я пообщался с людьми, мое субъективное ощущение между украинцем и русским я никаких отличий не вижу. Наш первый герой – 33-летний Станислав Васильев. Я понимаю людей, которые стояли в очередях в военкоматы, сейчас у нас очереди только в банкоматы. Он около 10 лет назад начинал как техноблогер под ником АйкакПросто. Бам! Бу-бу-бу-бу-бум! Бабах! Бубуха! Что это у нас здесь, а? Это, блядь, смотреть, стыдно, сука, проматывать его, стыдно, он не достоин даже моей перемотки. Теперь его называют молодым Владимиром Соловьевым. В полку патентованных пропаганд... Прибыло! Путин, 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 Путин... Стас, айкак зашкварится просто, самый неприятный тип Ютьюба с тех пор, как с Ютьюба выпилили Владимира Соловьева. Стас никогда не критикует российский режим, лишь иногда для имитации взвешенного подхода легонько покусывает. Зато у него всегда припасено ведро помоев для либералов и украинских властей. И я, типа, читал всякие книги, потом понял, что это, блядь, не работает, вот все эти идеи либерализма, что это, блядь, ворожок. Этот человек без высшего образования, чьи высказывания редко обходятся без трехэтажного мата, очень быстро в Ютьюбе прошел путь от парня из соседнего двора, рассказывающего про новый айфон, до так называемого политического обозревателя. В декабре прошлого года, увидев в его словах пропаганду, Ютьюб заблокировал все пять каналов Стаса Васильева. На главном из них было почти полтора миллиона подписчиков. Мне говорят, типа, чувак соболезный, ну, мне приходят сообщения в Телеграме, это ку**, мам умерла, а чем такое? Только не блокировка, пожалуйста. Переворот 2014 года, Евромайдан, был незаконным свержением власти. Я считаю, что они начали АТО, и они развязали войну на Донбассе. Именно новая украинская власть, захваченная незаконным путем. Я считаю, что это было сделано целенаправленно Соединенными Штатами Америки. То есть вам кажется, что за это мнение вас... Может быть, за поездку на Донбасс, но... Без своего канала в Ютьюбе для обездоленной звезды интернета все могло закончиться трагично, трудоустройством на обычную работу. Но обездоленного Стаса спас Владимир Соловьев. Ай как просто стал сначала постоянным гостем, а затем и ведущим его канала Соловьев Лайф. Ай как просто начинать утро со Стасом. Ай как просто. Здравствуйте, Владимир Рудольфович, здрасте. Да ладно, прекращайте. Ну какой, Рудольфович? Мы коллеги, тем более я человек-мэм. И вы делали прекрасные пародии на меня. Я с удовольствием к этому отношусь. Меня еще добавок не делаешь. Да, спасибо, очень любим ваши эфиры. На Соловьева, кроме одинаковых взглядов, Стас похож еще и тем, что постоянно орет и матерится. Как и его опекун по пропагандистскому цеху. Превратитесь в Петросяна. Очень страшно. Самые примитивные шутки, самые охуенные. Вы еще скажите, что вы любитель интеллектуального уровня поперечного. Понимаю. Конечно. Мне еще... Но несмотря на попытки показать себя крутым и независимым с помощью мегатон ненормативной лексики, былая свобода Стаса в Ютьюбе моментально испарилась на канале Соловьева. Да нет никакого контракта, о чем вы? Попросили в эфирах плохо про Путина не говорить. Однажды болтливый блогер позволил себе дичайшую крамолу. Ляпнул, что если кто угодно сменит Путина, то жизнь в России не изменится. И тут же был остановлен голосом в наушнике. Уберите Путина, все будет хорошо. Путин, 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 Путин. Так я не думаю, что что-то кардинально изменится. Нет, ну, с другой стороны, если Навальный, то там, конечно, сразу же уничтожение страны. Это... Да. После этого Стас обмяк и стал что-то мычать себе под нос. Ведь кроме России без Путина, он вспомнил запретное имя оппозиционера Навального. И это сразу не понравилось редактору, который дистанционно контролировал действия блогера. Сразу же уничтожение страны. Это... Да. Вообще собирался много чего с вами обсудить, потому что... Ой, бедняга. Стас, ай, как вести эфиры у Соловьева непросто. Еще одну восходящую звезду российской пропаганды Антона Красовского три года назад взяла к себе под крыло на телеканал Russia Today Маргарита Симоньян. На примере Красовского можно видеть, как российская пропаганда проходит путь от концепции так называемого освобождения украинского народа до идеи уничтожения всего этого народа. Так осенью 2022 года Красовский, в частности, призывал топить и сжигать в домах украинских детей. А какие, откуда были эти дети? Это были совершенно русскоязычные, с русскими фамилиями пацаны, которые... У кого-то там отец был военный, у кого-то кто-то еще. Ну, то есть это были абсолютно русские, русскоязычные, но себя идентифицирующие. А прям топить таких надо было вписывающие. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Своё ужасающее заявление Красовский сделал во время интервью с еще одним российским пропагандистом-украинофобом, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Тот взялся рассказывать, как в 80-м году оказался в Закарпатье. Там он встретил украинских детей, которые сказали ему, что Украину оккупировали москали. И если бы не оккупанты, украинское государство развивалось бы и жило не хуже ведущих европейских государств. Карпаты – это отвратительно. И там каждая, значит, изба называется Сморякова хата. И вот прям эту Сморякову хату прямо забивать и сжечь. Осознав, что сказал лишнее, Красовский начал извиняться. Я не прошу меня простить. Я прошу меня понять. Дурака. Однако его раскаяние длилось недолго. Как вскоре выяснилось, никто никого в России за призывы к геноциду украинского народа не преследует. Людоедские посты и высказывания Красовского никак на нем не отразились. Его не оштрафовали и снова трудоустроили пропагандистом после увольнения с телеканала Russia Today. Сейчас он даже гордится, что призывал топить украинских детей. До развала Советского Союза Красовский успел пожить какое-то время в Украине, когда его отец работал представителем конструкторского бюро на атомных электростанциях Украинской ССР. Но последние 4 года Антон не открывает рта так, чтобы из него не вылетели оскорбления в адрес Украины. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам они надо. Вот. Вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это Красовский рассказывал за месяц до полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто... Нет, нет, нет. Они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы. Welcome home. А вот что Антон думал за 10 лет до этого про российское руководство. Проблема вообще нашей всей ситуации в стране в том, что к власти идеологически пришли люди, которые в лучшем случае могут руководить теплоэлектроцентралью. И то я не уверен. Нельзя строить идеологическую парадигму на негативе. Как это сейчас происходит в нашей стране. Гомики плохие, нацики плохие, либералы плохие, и вообще из либерал лучше бы и абажур сделали. А вот это же государственная сейчас парадигма. Это парадигма гитлеровской Германии. До 2019 года Красовский гордился своей нетрадиционной ориентацией, был редактором журналов ВОП и Харперс Базар, участвовал в либеральных тусовках и был кандидатом в мэры Москвы. В 2012 году Антон разбил камеру и напал на журналистов Live News, которые пытались заснять Красовского Ксению Собчак, оппозиционера Илью Яшина и главреда Дождя Наталью Синдееву в московском ресторане, после чего против него возбудили уголовное дело. Человек начитался блатных статей и считал, что такие, как он, за решеткой просто не выживают. Закончилась история предсказуемо. Испуганный и морально сломленный человек это легкая добыча для власти. С ним можно делать все, что угодно. Красовский пришел к хозяину Live News вымаливать прощение. В итоге Габрелянов забрал заявление. После этого взгляды Красовского радикально изменились. Антон стал директором вещания пропагандистского телеканала Russia Today на русском языке. У меня есть нормальный белый доход в компании RT, который мне платит 543 тысячи рублей в месяц. При этом до кооперации с RT ничего не предвещало, что Антон станет ярым украинохобом, который призывает сжечь конституцию Украины прямо на Крещатике. Если вам на протяжении 12 лет из всех ящиков, утюгов, холодильников и шкафов каждый день говорят, что убей, убей гея, если вам каждый день говорят, убей хохла, если вам каждый день говорят, что у пиндосов нет культуры и истории, то тогда в это начинают верить все бесконечно. Это так. Сейчас же в своем телеграме Красовский постит дичайшие вещи, где танцует на балконе во время ракетного обстрела Киева и показывает Z-фанатам свои выходки в стиле фрик в прямых эфирах. Я считаю, что на свинорез можно уделять было бы намного больше денег. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Это вот хрен вам, вот вам они надо, вот, вот прямо, даже не мечтаете, твари. А в своих псевдодокументальных фильмах Красовский пытается дать второе дыхание мифам Путина про воюющих на Донбассе шахтеров и трактористов. Когда меня спрашивают, да, почему там шахтеры идут на войну, да боже, этот человек каждый день и так рисковал своей жизнью. Еще один молодой пропагандист, российский актер театра и кино Вячеслав Манучаров. Он зовет к себе только тех знаменитостей, которые заняли прокремлевскую позицию. В споре не рождается истина. Я абсолютно в этом вижден. Каждый идет со своим мнением все равно. Тут никто не матерится. На первый взгляд может показаться, что это беседа взвешенных и адекватных людей. На самом деле все без исключения гости в студии Манучарова поддерживают военное преступление Путина в Украине. Я даже хотела поехать с Хрюшей и Степашкой туда, на линию фронта, и обратиться к той стороне. Они же тоже смотрели спокойной ночи малыши. А мне одна моя подруга, она врач МЧС, она говорит, кому ты там будешь обращаться? Там одни наемники, там уже украинцев не осталось. Я думаю, что там ничего святого не осталось уже, Ангелина Михайловна, не только украинцев. Уровень вранья в студии Манучарова практически ничем не уступает классике пропаганды с ее мифами про распятого мальчика. 12-летнюю девочку украинские войска, когда были в Николаеве, ее изнасиловали и задули монтажной пеной. Вячеслав Манучаров открыл свой ютуб-канал Эмпатия Манучи в 2018 году. Через 10 лет после того, как к нему, как актеру шоу-пародии «Большая разница», пришла широкая известность. В эфире программа «Пусть говорят» и у нас сегодня прямая трансляция с свадебной церемонии известного шоумена, прекрасного телеведущего и журналиста. Андрюша, ну где ты ходишь, а? В том же 2018 Манучаров стал доверенным лицом кандидата в президенты России Путина. На Манучарова посыпались роли в кино, театре и клипах. После выхода музыкального видео с Николаем Басковым многие заговорили До войны на своем YouTube-канале Манучаров беседовал с известными людьми в гламурно-светском формате. Однако после начала полномасштабной российской агрессии в его якобы развлекательных шоу перестали появляться интервью без политики. Теперь традиционный список тем выглядит так. Оправдание действий Путина после 24 февраля, позор предателям, патриотизм, 9 мая, Россия и ее выживание среди недоброжелателей. Когда воюет твоя страна, нельзя желать смерти русским солдатам. Это неприемлемо. Это вообще-то называлось всегда предательством. Здесь орел безгрешности есть только у российских военнослужащих, которые, по мнению гостей Манучарова, не оккупировали чужую страну, а зачем-то освобождают ее от законно избранных органов власти. А вам сегодня за страну страшно? За страну не может быть страшно. Родина это другое дело. Может быть поэтому она так и называется держава, потому что держится. Ожидаема основная масса гнева Z-звезд направлена на тех, кто осуждает кровопролитную войну Путина. Как вам поступок Борисовна Пугачева? С народом она была вместе? Да ну о чем вы говорите? С каким... Она прекрасная актриса. Почему ее Галкин не пошел воевать, если он такой замечательный? Пойди на фронт, на украинскую сторону, возьми в руки оружие, воюй, начинаешь денежки опять зарабатывать. Вот только незначительный список тех, с кем успел побеседовать Манучаров после полномасштабного российского вторжения в Украину. Симоньян и Киасаян, Прилепин и Шафран, Захарова и Майданов, Газманов и Галанин, Певцов и Харатьян. Избежать этого было нельзя. И это была вынужденная мера, да. Если драка неизбежна, то надо бить первым. Это Владимир Владимирович декларировал много раз. Напиши про любовь, не пиши про печаль, напиши, что я взял Мариуполь. В программе Манучарова проливает фальшивые слезы и нынешняя противница западных ценностей актриса Ольга Будина, которая прожила несколько лет в Испании, потому что там, по ее словам, дома дешевле, чем в Подмосковье, а в Москве у нее была творческая пауза и закончились интересные предложения. Я искренне полагала, что если я не вижу никаких горизонтов в России, то, наверное, эти горизонты есть на Западе. Но с началом путинской войны в Украине Будина осознала открывшиеся новые возможности и весь потенциал для заработка в России. Она вернулась на родину уже ура-патриоткой, выступает в футболке Зет, ходит на форумы российского Минобороны, требует, чтобы Чулпан Хаматову лишили звание народной артистки России и призывает русских матерей отправлять сыновей на убой в Украину. Мир – это значит война. Когда мы говорим о том, что мы хотим мирной жизни, как сегодня говорят пацифисты, что они подразумевают под мирной жизнью? Ведь сегодня ведется внутри нашей страны грандиозная отечественная война. «Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию, которая происходит? Что вы имеете в виду? Специальная военная операция? Умирать не хочется никому, но заставить себя при этом встать в полный рост и пойти, я не каждому на ночь совсем». Еще одна молодая прокремлевская блогерша уроженка Одессы – Юлия Лозанова, более известная под псевдонимом Витязева. Еще в 2015 году она переехала в Москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине. Да, именно Украина виновна во всем происходящем. Потому что, если начинать с вопроса, кому выгодно, да, и заканчивая там всеми остальными нюансами, понятное дело, что такое преступление могло пойти только Украина. И знаете, вот вопрос, почему, например, у меня не возникает. Если Украина могла спокойно там расстрелять людей на Майдане, ну, не дрогнувши руку, Украина могла спокойно сжечь заживо людей в Одессе, давить БТРами, сжигать, убивать в прямом эфире в Мариуполе. Витя Зева постоянный гость вечерних ток-шоу Владимира Соловьева, а также ведущая программ в телеграм-канале пропагандиста. После подрыва автомобиля Захара Прилепина она очень сильно испугалась за свою жизнь. Пропагандистка вдруг пришла к неожиданным выводам. Ее ведь тоже могут убрать. Знаете, вот я вот думаю, если бы, не дай бог, что, да, что останется после меня? Я понимаю, что, видите, надо каждый день жить так, как будто бы он, вот как будто бы больше все, ничего не будет. Витя Зева одной из первых начала оправдывать подрыв Каховской ГЭС российскими войсками. После этого предательницей заинтересовались украинские спецслужбы. Мне теперь там грозит до 12 лет тюремного заключения, причем мне вменяют то, что я одна из первых начала оправдывать Россию за удар, это формулировка такая, да, по Новокаховской ГЭС. Начнем с того, что я никого не оправдывала. Я просто констатировала факты. Факты – упрямая вещь. Впрочем, то, что Украина сама подорвала ГЭС, на перегонки врут все российские пропагандисты. Обстрел ГЭС велся из систем залпового огня Ольха. Тут надо подчеркнуть, что такие есть только на вооружении Украины. Собственно, Украина их и создавала из остатков советского вооружения. Молодой ведущий НТВ Иван Трушкин обрабатывает российских зрителей отборной пропагандой последние пять лет. Все эти годы на российских экранах он выступает в качестве соведущего Андрея Норкина в программе «Место встречи». Я сегодня всю программу, когда мы говорим про пропаганду украинскую, вспоминаю нацистскую Германию. Не потому, что так специально, просто я считаю, я все время какие-то общие черты улавливаю. Нацистская пропаганда первый раз по-настоящему дала сбой в летом 43-го года. Тогда британцы, американцы бомбили Гамбург, полгорода сгорело, а погибших было где-то в районе 45 тысяч человек. Вот в этот момент люди задумались, а правиль Германии, а правильной ли вообще дорогой страна идет и что-то не то происходит. Я сейчас ни к чему не призываю. Я просто констатирую, что без больших потрясений пропаганда не ломается. Но трещит по швам как раз российская пропаганда и лживое оправдание преступной войны Путина уже не выдерживают никакой критики. Россия выглядит посмешищем на мировой арене, где уже давно не верят ни единому слову ни российских политиков, ни пропагандистов. Знаете, Россия пытается остановить войну, которую начали против нас. Используя народ Украины. Молодые пропагандисты, в том числе Иван Трушкин, с юных лет познали, что такое кремлевская цензура и приняли это как данность, необходимое правило игры и плату за успех. Я за много, сколько, 16 лет уже в профессии выучил одно важное, получил одно важное умение. Вовремя завалить хлебало своих эмоций. Но несмотря на все старания молодых пропагандистов, далеко не все их сверстники верят в басни пророссийскую армию освободителей, миротворца Путина и свободные выборы в России. Ну вот Россию насколько оцениваете от 1 до 10 по уровню демократичности? Тут очень плохая история, к сожалению. У нас нельзя выйти на улицу с никаким плакатом. С протестовать нельзя? Нет, 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 вообще с никаким плакатом. Если у тебя будет белый лист, белый лист, да, вас тоже заберут. Молодые рупоры войны несут ответственность за превращение России в тоталитарное государство в не меньшей степени, чем их старшие коллеги по цеху. Восходящие звезды кремлевского вранья сознательно хоронят будущее своей страны. Сложно представить, что у нас в стране может поменяться. Я даже не знаю. Тут, наверное, либо уезжать, либо осмириться просто с ситуацией. Свобода слова в принципе отсутствует. За поддержку зверств, совершенных кремлевским режимом, озвучивание мифов и нарративов российской пропаганды, нашим сегодняшним антигероям цивилизованные страны запрещают въезд. Так Антон Красовский под персональными международными санкциями более чем 30 стран. Аманучаров внесен в санкционные списки Украины и Литвы. Молодежь на улицах, перефразируя название антиукраинской программы на Первом канале «Время покажет», говорит, «Время этих пропагандистов еще накажет». На последней мере новей организации Christmas Rolls-Royce что Vinp Эту Время что ты Продолжение следует...